Добрый день, коллеги. Меня зовут Десбрид Михаил, я руководитель проекта компании «Люксофт», что написано на слайдах. Есть кто-нибудь, кто ни разу не слышал о такой компании? А есть кто-нибудь хоть раз работал там? Понятно, ладно. Значит, все знают, но никто не работал, окей. Слышно? Может, это неплохо, он вам расскажет, что мы узнаем новое и захотим о соборе. Не исключено. Хорошо. Значит, чем хотелось бы с вами поделиться, давайте рассказать о риске. То есть, насколько вы знаете, рисками управлять по-настоящему нельзя. Окей, реакция молчалива. Хорошо. Значит, погодой управлять тоже нельзя, да? Можно обезопаситься, например, курткой или зонтиком выйти и не попасть под дождь. Но дождь отменить вы не можете. Вот так. Ну что? А как вы можете отменить? Ну, это глагол, да? Чем? Лично. Какими-то такими личными средствами. Нет, ну не я лично. Это все фантастика. Это ничего нету. Хорошо. Значит, я расскажу, значит, несколько вещей, которые для меня кажутся наиболее рисковые для проекта, для IT-проекта. Да? То есть, у вас могут быть какие-то другие вещи, да? Вы, соответственно, можете меня помочь или сказать, что нет, это все ерунда. Да? Это так все не исключается и так не работает. Итак. Как вы знаете, театр начинается с? Вешалки. Правильно. А программный продукт начинается с плана. Да? В хорошем смысле этого слова. Значит, то есть, вы не можете успешно разрабатывать программный продукт, не понимая, что туда будет входить, какую команду вы это будете делать, каким сроком. Это должно быть готово. Это должен быть некий план, да? Теперь, соответственно, что бывает в жизни? В этой жизни план есть, но он существует только в одной главе. Ну, например, вот я сейчас задумал план. Можете ли вы, как команда, догадаться, какую? Скорее всего, нет. Это достаточно доля вероятности. Такое же встречается и в реальной разработке, да? Когда есть топ-менеджер, да? Который сделал некие обещания, там, скажем, руководству или заказчику, да? О том, что будет программный продукт готов к муску. К первому не говоря. И эта дата никому дальше не сообщается, да? И происходит. Команда не знает, когда должна быть готова. Главное, зачем? Нет цели, да? Это не исключение, да? Такие варианты я встречаю, ну, за последние лет пять, наверное, что я увожу всевозможными проектами. Ну, раз пять-шесть я видел такое. Да, то есть это приводит к тому, что команда не знает, что делать. Руководство, соответственно, пытается надавить, не сообщая свои ожидания, да? Получается недопонимание, потеря доверия, потеря эффективности, да? Провал. Вариант, значит, так же. Это не пилотный проект, это вариант, давайте начнем разрабатывать, там, посмотрим, что будет, да? То есть разумно было бы, например, выделить, ну, скажем, три человека, да? Сказать, сколько вам нужно, чтобы сделать некий прототип? Развести некоторую оценку, да? То есть, ну, получить, скажем, там, три месяца, да? Вы в голове, например, как руководитель, накидываете, ну, месяц, два, предположим, не важно, точность, да? Но, по крайней мере, вы это где-то зафиксировали, да? Получили договоренность, опубликовали, да, этот план, вы сделали договоренностью между вами и командой, разбили на какие-то рации, спринты, там, не важно, да? И дальше по нему идете, да? То есть, вы сначала наметили себе план, цель, а потом же ее исследуете, да? Значит, я видел менеджеров, которые, для которых планирование – это создание в Mas Project документа, которое происходит один раз в начале проекта. На этом планирование заканчивается, не могу сказать, что это успешное планирование, ну, то есть, есть шаг по сравнению с нулем, да? Но очень большое расхождение. Как мы помним, планы и реальность будет диаметрально противоположные, да? Как я привел пример. Можно оценить проект в три месяца, а реально положиться в год, да? То есть, ну, я думаю, знаете пример Microsoft, который пытался выпустить Word, да? То есть, кто помнит номер первой версии, которая была публично доступна? Мне кажется, что пятая. Поправьте меня, если это не так. Четвертая была? В самом деле, реально срок, то есть, было превышение и бюджета, и сроков, там, говорят, от четырех до шести раз. То есть, команда делала, 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 не успевала или делала некачественно, продукт не выпускался на рынок, да? Все пересматривалось, команду разгоняли, собирал заново, да? Другая архитектура, другая команда, снова. Это повторялось до тех пор, пока, наконец, продукт не стал соответствовать тем ожиданиям бизнеса, да? Чтобы его можно было выпустить на рынок, да? И сделать его одним из флагманских продуктов, да? То есть, сейчас в компании Microsoft основная прибыль приносит эта операционная система, да? И, соответственно, это весь пакет офиса. Они делают львиновую долю, по-моему, до двух трети. Прибыль все основывается на вот этих двух основных пакетах. И все остальные продукты приносят значительно менее прибыль. Это и к тому, что план одно, реальность другое. И необходимость сверки постоянной, да? Одно с другим. Корректировки и последующие опять согласование, да? То есть, я могу говорить банальные вещи, однако судя, потому что я вижу, что в реальной жизни менеджеры проектов постоянно на это наступают на не те же грабли. Значит, не все хорошо в датском королевстве. Идем дальше. Значит, какой еще может быть проблема или риск? Да? То есть, я буду заменять одно слово. Все понимают, что риск может быть положительный? Кто может привести пример? Ну, руку поднимите. Клиент изменил древнюю положительную сторону на меньшее дело. Хорошо. А часто так происходит? Ну, случается где-то, но бывает, да. Раз в жизни? Нет, чаще. Хорошо. Согласен, это бывает чаще. Ну, из положительных рисков, значит, в жизни вы можете пойти и на улице найти 100 рублей. Положительный риск. Отлично. Но, как мы понимаем, в основном отрицательный риск, поэтому мы отрицательный риск заменяем просто на риск. Это я к тому, что, я буду говорить, что риск, проблемы, неудачи и прочие вещи, как бы все в негативном аспекте, да, чтобы меня за это как бы не поправляли. Хорошо? Итак, поскольку мы разорвали программное изучение, да, или там делаем поддержку, продажи его, ну, то есть некоторые аспекты, все равно мы общаемся с кодом, да, то есть кодный код или бинарный код. Если идти дальше, да, он может быть плохим. Почему это может произойти, значит, нам такой достался, да, мы его так купили, да. Может быть, мы его писали в спешке, да, возможно? Возможно. Возможно. А что вы укладываете? А? Что вы укладываете в понятиях московского? Вот. Это вопрос здравый, но я его, наверное, немножко вынесу за рамки, потому что есть отдельная тема изучения, как писать хороший код, какой он, насколько он хороший, да, давайте мы ведем некое абстрактное понятие, да. Он плохо почему-то, да. По-моему, это все из польского есть выражение, что хороший код должен хорошо пахнуть. Так. Значит, что может быть, да, с кодом или, соответственно, с разработкой? Значит, есть команда, ну, скажем, человек 10, который работает уже, там, больше года над каким-то проектом, да, достаточно успешно, да, есть какие-то релизы, заказчик достаточно доволен, приходит новый человек, да, залезает в код и говорит, нет, нет, давайте все это выкинем нафиг, да, и напишем заново, да, риск. Риск того, что мы потеряем много времени, да, то есть приходится, например, вариант, либо новому коллегу объяснять, почему такие были приняты решения, да, что не нужно сейчас уходить в подполе и втихаля что-то выкидывать и изобретать заново, да, уже было пройдено, да. Из последних таких примеров, ну, не называя, кажется, заказчиков примеров, значит, была система, да, которая делает некие трейдинги, да, написалась, команда была порядка 10 человек в течение трех лет, да, значит, посчитали, что система недостаточно эффективная и решили ее переписать. Значит, появился такой амбициозный менеджер, который сказал, мне нужно два разработчика и я за четыре месяца все заново напишу. Все-все-все, то есть полностью функционал, производить здесь будет не хуже, да, то есть вместо того, чтобы, например, разобраться и постараться просто соптимизировать что-то, да, исключив лишние моменты, да, убрав какие-то бутылочные горлышки, ну, в итоге все закончилось не очень хорошо, да, то есть команду пришлось загнать, проект провалился, просто он даже не сделал и чекерти функционала готового, да, были потрачены пустые деньги, то есть лишние, в данном случае. Я привел пример не к тому, чтобы никогда систему не переписывать, да, или отдельные куски, это неверно, я про это не говорил, говорю, что перед тем, как бросаться в бой и все выбрасывать старое и делать заново, да, то есть производитель не переговорился, имеет смысл немножко покопаться, да, и постараться, может быть, улучшить, да, то есть эволюционно идти, то есть нет риска потери денег, времени, сил, и в данном случае для менеджера это была карьера, да, то есть он хотел вылезти, это могло случиться, но не случилось. Значит, такое слово, кодовладельчество, да, значит, случается, что каждый разработчик, да, считает себя, ну, скажем, таким брендом, то есть то, что я написал, ни в коем случае нельзя исправлять, да, рефакторинг запрещен, только через мой труп, да, то есть мой код идеальный, мой код лучший. Это ведет к тому, что, например, человек знает только свою компоненту, никому не дает, да, человек уходит в отпуск, или хуже того, выигрывает миллион долларов и просто увольняется, да, открывает свой стартап, соответственно, необходимо исправлять или расширять функционал, никто ничего не знает. То есть мы теряем снова время, необходимо в сжатые сроки пересмотреть код, возможно, выкинуть, если он неподдержимый, да, мы уже помним, что код становится немножко медным, если за ним следит только один разработчик, да, мы всех командные игроки, или, по крайней мере, хотим видеть себя такими. Поэтому я предложил бы, говорю, отменить, да, то есть единственного владельца кодом и сделать его просто шарингом, то есть вся команда владеет всем кодом, да, без исключения. Не всегда так случается, но очень хотелось бы. Значит, общаясь с сильными программистами, да, с архитекторами, встречал такое мнение, что мой код и так все поймут, да, зачем вам это комментировать, зачем мне писать какие-то архитектурные моменты, я настолько гениален, я настолько хорош, и вообще я пишу лучше всех. Возможно, это так, в том случае, если этот человек продолжает этот код поддерживать, да, если проект переходит в другие руки, мы сталкиваемся с тем, что иногда приходится код просто выкинуть. Так дешевле, чем его поддерживать, да, это идет в противоречии с велосипедом, да, но иногда так тоже случается. Значит, бывают моменты в жизни, ну, в жизни IT-команд, когда сроки поджимают, релиз горит, мы выкатываем на, скажем, работающую систему, на продакшн, и что-то не срастается, да, или произошла ошибка. И вместо того, чтобы не спеша разобраться, да, протестировать, да, прогнать всевозможные лоуд, стресс-тестирование, сделать нагрузку, тестирование, а, давайте сейчас исправим прямо на живой системе. Причем исправление идет без обратной заливки, например, в репозиторий, да. Такие случаи не частые, но я их видел. Есть компании, которые, скажем, грешат нарушением процессов, и все это приводит к тому, что система работает, но работающий код не соответствует коду в репозитории. Поддерживать это, ну, просто команда отказывается от того, что нам проще переписать часть функционала, потому что мы не знаем, как это делать, или как это сделано. Ну, тут такая картинка показывает, что нарушение процессов приводит иногда к гибели пациентов. Ну, то есть, все печально. Значит, компания Люксофт, да, то есть, ну, как вы знаете, она не продуктовая. То есть, мы не продаем тот продукт, который мы производим. Она является заказным, разумеется, заказным программным обеспечением. Поэтому компания постоянно растет за счет появления новых проектов. Бывает, заказчик к нам приходит, говорит, окей, мы готовы вам дать проект, да, то есть, ну, по длительности он может заниматься. Месяца, годы, да, но нам нужно, чтобы он стартовал достаточно быстро, да. Если вы не сможете стартовать, скажем, там, в течение месяца-двух, да, то мы дадим другому заказчику. Ну, не знаю, ИПАМу, например. Условно, еще раз, просто пример, да, без обид. Значит, соответственно, возникает вопрос, где руководитель проекта, руководитель программы взять хороших людей, да. Если вы проводили интервью, то есть, несмотря на то, что как бы есть много свободных сил, да, рабочих сил на рынке труда, реально очень трудно найти под каждый проект нужных специалистов, да, то есть, вам нужны какие-то узкоспециализированные или грамотные человек, или грамотные, но не просеющие такую бешеную зарплату, которая превышает зарплату директора, да. Где их взять? Что можно сделать? Соответственно, можно посмотреть по соседним проектам, да. Может быть, ребята, работающие над этим проектом, просто устали, да. То есть, есть риск, что они просто в какой-нибудь момент покинут компанию. Это не выгодно ни компании, да, ни, соответственно, проектам. Проще, чтобы они взяли и перешли, например, в ваш проект, да, поработали или возглавили эту команду. Это всем интересно, да. Бывает, человек работает в течение, там, двух лет, да, то есть, он ведущий специалист, но хочет уже отвечать за небольшую команду, а у него нет подчиненных, да. И это его тормозит, он говорит, что, знаете, если ситуация не изменится, я, там, покинул ваш компанию. И в этом случае, да, рост или появление новых проектов как раз позволяет спасти, удержать такого человека, да. Для этого, соответственно, менеджер проекта, да, или кто-то отвечает за него, нужно плотнее общаться с соседями, да, с соседями проекта, смотреть, какая там ситуация, что там происходит. Есть ли люди потенциально готовы перейти к вам. Недавно прочитал книжку, очень рекомендую вам, называется «Команда, которую построил я». Ну, дословно так называется. Суд в том, что молодой человек, начиная еще с, там, заканчивая инстинут, потом приходит в рекламное агентство и начинает строить карьеру в большой корпорации. И очень интересно посмотреть его взаимоотношения, как, собственно, рост он, как он подбирал под себя команду. Причем у него получалось, что он команду несколько раз перенабирал, да, то есть он растил, 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 и получалось, что три или четыре раза люди доходили до некого потолка, и он не видел пути им развития. Он их передавал в соседний проект, да, он делал им полезное, но себе, потому что он видел, что они расти при его масштабе не могут, ну, не успевают. Не хватает квалификации, например, да, плюс получал некую инсайдерскую информацию из соседних проектов. Вот такой хитрый менеджер был. Значит, вариант, да, если проект длинный и нет гонки, да, такое тоже хорошо случается, мы можем брать людей квалификаций меньше, чем нам сейчас требуется. Это полезно в двух отношениях. Во-первых, мы сами растим людей как бы под себя, да, мы обучаем именно тем технологиям, которые нужны, необходимы на данном проекте, да. Это полезно для данного сотрудника тоже. Он понимает, что компания вкладывает в него деньги, вкладывает в него время, да, растит его. Сложнее всего для молодых специалистов это найти первую работу, да. Кто готов взять студента, у которого нет практики? Очень сложно. Правда? То есть, да, те компании, которые предлагают практику, частичная работа, либо работа на мини-проекте, это, ну, слава тем компаниям, да, ну и, соответственно, это большой плюс для, ну, тех бывших студентов, которые дают такой шанс. Всего нужно использовать, да, во всех отношениях. Значит, что можно еще сделать, да, то есть, можно попробовать иметь скамейку запасных, ну, например, там, те, кто выливает в футбол, понимают, что там на поле 11 игроков, правильно? Да. Но если кому-то там повлияет ногу, а у вас нет запасных, да, то есть, матч у вас проигрывает, в меньшинстве сложно выиграть. Поэтому у вас должны быть все время запасные, да. Это могут быть временно запасные, как я уже сказал, это люди, которые вот буквально хотят уйти в проект. Либо вы нанимаете людей не конкретно в проект, а просто в компанию, да, то есть, есть классный, например, специалист по накрученному тестированию. У вас на проекте пока такого нет, да, и, возможно, понадобится вам где-то, там, месяца через три, может быть, попозже, когда заказчик вам скажет, да, нам нужен такой человек, да. Есть, если есть такой хороший шанс, можно брать. У этого решения есть минус, да, в том, что нужно найти ему работу, чтобы не получил, что человек пришел, обладает большими способностями, умениями, да, но не может применить силу. То есть, главное ему не дать ему заскучать, да, это обратно, сторона медали. Значит, следующий момент, значит, если вы, у вас проект не атомарный, да, если это многокомпонентный, и у каждой команды имеется его менеджер, который говорит, а, все отлично, мы все поняли, да, у нас есть спецификация какая-то, там, полгода, давайте полгода разрабатываемся, потом за две недели склеим, да. Ну вот, практика показывает, что ничего из этого хорошего не получается, да, то есть, примерно вот так, да, то есть, очень сложно сложить из этих кубиков, но вот, то, что нужно. Варианты решения? Ну? Что ж там? Ранее тестирование. Ранее тестирование, еще. ТДД. Как еще можно? Отдельно проект интеграции. Отдельно проект интеграции. Отлично. То есть, общий код, например, да, общая сборка. Общая сборка с ротацией задачи, задачи разработчиков. Чтобы каждый разработчик всегда работал на следующей будущей задачи. Да, хорошо. ТДД интеграции разных систем и разных стоп-клонений. Ну, и то, и другое. В общем. Ну, давайте еще, еще одно какое-нибудь предложение. Все? Все кончилось? Continuous integration. Что просить еще раз? Continuous integration. Отлично. Ну, должно сработать. Значит, на той неделе я общался с, ну, скажем, руководителем команды, не из Microsoft. Раз, раз просто скажу, чтобы, ну, немножко поругать другие компании. И просто интересовался, сколько идет проект. Проект идет два с половиной года, да, и continuous integration, то есть у них до сих пор нету. Говорю, а почему? Ну, нам как-то все было удобнее руками делать. Говорю, ну, с какой частотой вы делаете релизы? Делаем. Ну, раз в полгода. А на сколько промахиваетесь, да? То есть, он говорит, ну, где-то в среднем на 3-4 недели. То есть, как раз именно основная проблема, насколько я понял, потому что сборка, тестирование, все идет раздельно, и в последний момент все пытается это все склеиваться. Риск нарушения сроков просто налицо. Так. Значит, еще один момент. Бывают команды, в которых только разработчики. Ну, тут нет у вас тестеров. Так сложилось. А выпускать продукт достаточно качественный нужно. Есть те, кто из тестирования здесь? Есть те, кто не из тестирования и не из программирования? Это, наверное, руководители проектов. Отлично. То есть, дизайнеров нету, переводчиков нету, продажников нету, маркетинга нету. Слава Богу. Так. Ладно. Это я к тому, что, значит, программисты тестировать, по крайней мере, свой код не любят. Правда? Да, все-таки писать новое и исправлять что-то свое как-то, ну, из разной плоскости, да? Это как строить и, ну, там, делать ремонт. Это потому, что ремонтом заниматься, наверное, полезно, приятно, но лучше это отдавать кому-то другому. Ну, вот. Поэтому, значит, близится, да, дата релиза, код вроде написан, да? Ну, приходит менеджер или, там, заказчик говорит, блин, он у вас сырой, да? Кто будет тестировать, да? Никто не хочет, да? Соответственно, что нужно сделать, да? Как повысить качество продукта, соответственно, как критерий успешности проекта, да? Ну, есть вариант делать универсальных бойцов, да? То есть у вас команда суперпрофессионалов, которые все умеют делать, да? То есть, ну, например, если у вас, там, такая красивая какая-то методология, типа, Аджела, которая говорит, что вообще вся команда должна быть кроссфункциональна. То есть есть, скажем, бизнес-аналитик, который заодно еще и тестирует. Есть проект-менеджер, который и код пишет, да? И есть разработчик, который еще и configuration-менеджер. То есть люди выполняют кроссфункциональные вещи. То есть отвечают не только за свой кусок работы с 9 утра до 5 вечера все встали и ушли, да? То есть интересно, как от меня убрать это, да, проблему, то есть научиться самим же тестировать, да? То есть нет ярко выйдет не такой роли. Что еще можно сделать? Можно автоматизировать. Да, вы не любите делать рутинную работу. Так напишите тесты. Напишите тесты на все-все-все-все. Есть системы, я их видел, у которых степень покрытия юнит-тестами близких к 100%. Да, я видел системы, у нас были, которые прогоняют интеграционные тесты. Да, на одном из моих проектов было нагрузочное тестирование системы в течение двух недель. То есть после того, как релиз укатывался в тестовое окружение, все, его на две недели оставляли. И, соответственно, была разработана куча всевозможных утилей, конфигураций, тестов, да, которые просто мучили его по полной, имитируя нагрузочную систему в реальной жизни. Да, то есть там в реальной жизни десятки тысяч пользователей. Это программный продукт по миграции данных из почтовых серверов и активных директорий. То есть можно руками это не делать, но для этого нужно приложить какие-то силы. Как результат, качество продукта. Качество продукта дает вам, соответственно, успешные продажи, успешные продажи, развитие компании, ну и, соответственно, ваше индивидуальное развитие тоже. Значит, что можно еще сделать, да? То есть сейчас это уже не новинка, но несколько лет назад это было какое-то изобретение, когда, скажем, компания выдавала бета-продукты, да, просто на рынок и говорит, а потестируйте-ка это. И тот, кто найдет больше всего ошибок, да, тот получит бонус. В случае компаний, отвечающих за безопасность, такие сейчас конкурсы проводятся регулярностью, объявляется приз, там, до нескольких тысяч долларов, тот, кто сможет взломать какой-нибудь сайт, систему и оставить свое сообщение. Соответственно, плюс есть в том, что вы заодно присматриваетесь к людям, которые это делают, да, то есть тот, кто сможет его сломать, да, возможно, этого хакера стоит нанять к себе, как специалист по безопасности, да, то есть он сможет улучшить. Плюс, соответственно, вы получаете бесплатное или почти условно бесплатное тестирование вашего программного продукта 24 на 7, да, если он выставлен вон тогда, правильно? То есть экономите на своей команде тестирование. Значит, вот на картинке показано, да, что человек немножко забыл, во сколько у него отходит поезд и чуть-чуть опаздывает, да, то есть руки поджимают. Классический вариант, когда, ну, там, шутка, сотрудник приходит на работу, но опоздал, его менеджер отчитывает, там, почему ты поздно пришел на работу, ну, потому что поздно вышел, да, тут надо было раньше выходить, потому что он говорит, поздно было раньше выходить, да, уже поздно, ну. Ситуация, да, приходишь в проект, ну, или в команду спрашиваешь, когда у вас релиз? Товарищ поваришься, Вася, когда у нас релиз? Знакомьтесь с тратцем? Ни разу, ни разу не было, то есть все абсолютно знают вас, вам повезло. Значит, я рад, что у вас такие взаимоотношения, да, что все знают. На самом деле, то есть я общаюсь с различными командами, различными проектами, да, там, из разных компаний, и, соответственно, такие просто подкидывая вопросы, да, просто смотря на их доски, whiteboard, что у них есть, не видя таких, да, например, понимая, что, скорее всего, они это, не знаю, да, задавая такие вопросы, человек говорит, вроде на следующей неделе, да, понятие «размытое», да, в следующей неделе, это примерно сколько дней? Правильно, не пять, а семь, да, понятно почему? Правильно, потому что есть выходные, да, то есть выходные перед релизом иногда могут стать рабочими днями, то есть не дай бог вам такого, да, не надо этого. Поэтому, как мы уже говорили в планах, да, если вы не донесли ваши планы, пусть они маленькие до вашей команды, или они потеряли, да, эту информацию, соответственно, большой шанс, что они его пропустят. Да, они-то думают, что на следующей неделе релиз, но в это передается. Правильно? Значит, что можно еще, например, сделать для того, чтобы успеть к релизу, да, то есть сделать маленькие релизы, разбить большого-большого слона на маленькие кусочки, да. Бывает, заказчик не идет на это, да, он говорит, что «да мне все равно, в принципе, я вот вам дал деньги, да, мой аналитик подготовил вам спецификацию, да, вам примерно полгода, давайте в конце и там типа и сверимся». Вот сейчас что там? Ноябрь, значит, где-то там в мае у вас должно быть готово, да, все, и пропадает, да. К чему это можно привести? Ну, понятно, вы сделали вроде все по спецификациям, вы говорите, да знаете, у меня уже столько изменений, почему бы вы их не сделали, так нам никто не дал. Ну, опять этот, поздно было раньше выходить, да. Если бы, то есть, ну, и начинаются обвинения там, а почему вы нам не коммунициировали, а почему вы нам не сказали, не позвонили и так далее. Если бы это было часто, то есть хотя бы там раз в неделю, раз в две недели была демонстрация то, что вы сделали, это позволило бы избежать главного релиза, который он, скажем, на какой-то там выставке показывает или продает какие-то салзамы, и прочее, да, за которые идут реальные продажи. Это, соответственно, хинт для руководителей. Может быть, вы уже это используете. Предположим, вам заказчик говорит, что 15 декабря все должно быть готово. Вы, соответственно, до своей команды доносите или подговариваете заказчика официально сделать как бы внутренний релиз, да, не 15, а на неделю раньше. То есть вы сокращаете срок, зная, что еще неделя есть. То есть обезопасиваетесь, добавляете еще одну недельку. Это работает. Но главное играть по этим правилам, ну, одинаково. То есть если вы договариваетесь с заказчиком, да, то и он должен говорить именно эту дату, чтобы не получилось, что вы скоммуницировали одно число, потом ваши сотрудники пошли к заказчику, и он говорит совсем другое расхождение, ведет только сумятицу. То есть усилит неслаженность команды, да, и, соответственно, может, что-то испортит вам. Соответственно, очередной совет, мы смотрим по странам. Человек уходит, можно взять команду, да, релиз соседней команды провалился. Почему? Что случилось? Возможно, проблемы с инфраструктурой. То есть ему какого-то он не получил доступа, не сможет. У нас два месяца назад, например, здание всего бизнес-центра, где работал, просто электричество пропало. Форс-мажорное обстоятельство. Реально, образом говоря, предотвратить это нельзя. Однако, что было сделано заранее? Заранее было известно люди, которые оповещают заказчиков в случае таких моментов. Это была пятница, как мы назвали, черная пятница. То есть раннее утро до того, как еще наши заказчики в Лондоне, Сингапуре, Нью-Йорке узнали об этом. То есть они первые получили сразу информацию. Плюс, поскольку офис есть в Москве, часть работы была срочно перенесена в Москву. Также, поскольку заложено время на переработке, то есть были оговорены, что в случае таких моментов команда или часть команды сможет выйти в выходной день. Так и произошло. То есть минимальная нагрузка на команду. Поэтому релиз вышел вовремя. Ну и, соответственно, наверное, так. Подводя легкие итоги, чего хотелось бы сказать, что делаете вы правильно или делаете неправильно. То есть избегаете вы ошибок или все равно их совершаете. То есть для заказчика, для клиентов, для тех людей, кто пользуется вашим конечным продуктом, важен всегда результат. Вы можете приложить много сил и не добиться. Вы можете, наоборот, умело делать легкие шаги, привести к результату. В конечном итоге все оценят вас по результату. Поэтому недостаточно просто что-то делать. Нужно делать вовремя и качественно. Если уж вы взялись за работой, наверное, с рисками, с устранением проблем, с нами команды, с написанием кодами или за ответственность за проект, делайте это до конца. То есть нельзя расслабляться. Поэтому вместо того, чтобы получить вот такого дядьку, который может быть ваш начальник, ваш клиент, который говорит, вы все-таки провалили, несмотря ни на что, лучше получить вот такого. Или сами представьте, что это вы. Если у вас эта команда и вы владеете этим продуктом, вы его продаете. То есть историю пишут победители. Отстаньте ими. Держите в голове, что вы все время будете побеждать. Тогда проблем реально будет значительно меньше. У меня, наверное, все. Если есть вопросы, помидоры, яйца, вперед. Вопрос у меня такой. Вы на самом деле перечислили большое количество рисков. Меня интересует на этапе планирования проекта как вы эти риски учитываете. То есть вы используете какое-то, возможно, если это, конечно, некая конституциональная информация, то есть вы используете какой-то общий проектный фактор от технических эстимейшнов, либо вы каждый риск в отдельности расцениваете и закладываете в проект. Спасибо. Спасибо за вопрос. Значит, при планировании проектов ведется в Люксофте статистика по схожим проектам по всему направлению. То есть есть, например, финансовая линейка, в которую входят всевозможные. Доча Банк, ЮБИ, Сбербанк и прочее. То есть можно посмотреть, что происходило с точки зрения технологической. Какие могут быть проблемы. Далее, если это уже команда сформирована, по ней риски идут исторические. То есть мы на каждом проекте собираем метрики. То есть это количество ошибок, скажем, которые впущены в продакшн, то есть обнаруженные клиента после его выпуска. Отставание на уровне каждого спринта. Это, соответственно, закладыватель. Если команда, например, новая, то есть коэффициент увеличивается. Плюс, ну вот, скажем, например, спрашивают, отпускаю. Должны быть в плане или нет? Кто из вас включает это в план? Что-то больше? Значит, руководитель проекта была, я увидел, 3-4. Отлично. Я рад, что планируем заниматься значительно больше людей. Хорошо. Значит, получается, на каждого человека нужно заложить в год сколько? Минимум 4 недели. Минимум, понимаете, да? То есть человек может взять за собственный счет. Так? Дальше, если у вас, соответственно, весна или осень, то вероятность заболевания также выше. Еще раз. Статистика выше. То есть, соответственно, вы можете сразу же смело добавлять несколько дней на это. Причем, заказчику лучше прямо коммуницировать, объяснить, почему. Такой момент. Значит, следующее. Значит, риски по проектной модели, да? То есть, бывает, заказчик говорит, окей, мы хотим гибкой методологии. Или мы умеем с ней работать. Мы все готовы. У нас будет человек, который будет с вами общаться часто. Мы понимаем, что риск, скажем, неправильно понять его требования ниже, меньше, чем к нам приходит заказчик и говорит, что окей, у меня есть пока некая vision, у меня есть некое видение. Требований нет и неизвестно, когда появится. Мы понимаем, что мы можем неправильно оценить. То есть, вот этот конус неопределенности у нас значительно выше будет. То есть, приходится это пересматривать. Как-то так. То есть, ну, еще раз, получается, есть статистические данные. Мы их используем. Следующее. Это под конкретный проект. То есть, мы знаем, эта команда уже готова. Или она будет набрана с нуля. То есть, вот этот фактор. Будет она распределенная или нет. То есть, у меня сейчас есть один из проектов. Часть команды в Питере, часть в Москве. Соответственно, на коммуникации, получается, ну, где-то уходит, где-то четверть времени. И именно вот это я понимаю, что это будет потеря. Человек не находится у доски, мы с ним не можем поговорить. Да, есть скайп, есть веб-конференция, телефон. Все равно будут потери. Да, у нас и база вся хранится в Excel. Ну, удобно, просто. То есть, никаких специфических коммерческих тулов нет. Нет. Виктор Мелехин, компания Десбарс, Москва. На самом деле, отвечая на вопрос предыдущего, наполовину ответили на мой вопрос, но вдобавок, все-таки у вас какая-то есть устоявшаяся методика численных измерений рисков и, вот что меня больше интересует, мониторинг, процедуры. Вот вы, сенер-проект-менеджер, вам, наверное, подотчетные проект-менеджеры, ну, большие команды, несколько проектов. Есть какая-то вертикаль видимости рисков от проекта к руководству? Есть установленная процедура, я имею в виду, которая следует. Я понимаю, что для СММА и для ИСО можно рисовать все, что угодно. Да, спасибо, я понял. Мониторинг рисков, да, мониторинг рисков проводится по, значит, если по большим ехам, значит, на уровне проекта по окончании каждой фазы, да, то есть, если есть разбиение, ну, скажем, выпуска релизов, да, там, ну, скажем, там, раз в месяц, да, после них можно пересматривать. Частичный пересмотр в связи, скажем, там, с уходом хоть ключевого сотрудника, да, то есть, бывает, ну, вот у меня сотрудник, один решил с женой уехать в Сингапур, да, как понимаете, значит, команда начнет немножко двигаться, да, этот человек уехал, что-нибудь будет с проектом, да, то есть, проект двигается дальше, ну, вот, какое-то недопонимание, да, то есть, нужно будет пересмотреть, да, поговорить с каждым, объяснить ситуацию, найти замены и прочее, то есть, такие вещи. Плюс, соответственно, то есть, есть, как бы, снизу, да, действительно, на уровне команды, на уровне проекта, на уровне программы, группы проектов или программ, да, то есть, аккумулирование рисков и данных по ним вверх руководства. Также информация идет, на ворот, сверху вниз, да, когда, например, ну, там, у люксофта открылся офис в Вьетнаме, да, ну, если кто-то не знал. Соответственно, это может сыграть на плюс, да, то есть, дополнительные силы, да, которые можно использовать, да, или, наоборот, минус, если, ну, у нас получалось, что вьетнамца, ну, уровень английского языка немножко отличается от русского ни в плохую сторону, ни в хорошую, просто другой акцент, достаточно сильный, то есть, коммуникации в этом случае еще ухудшились. Да, но приходилось...